Привет, бойцы! С вами Варченко Виталий. И сегодня я хочу тебе показать видео двух страшных трагедий, которые недавно произошли. Наверняка многие из вас уже о них слышали и знают. Это смерть в уличной драке чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу и также смерть в уличной драке чемпиона Европы и мира по борьбе. Мы посмотрим эти видео с целью проанализировать их, сделать какие-то выводы. И возможно кому-то из вас поможет это в экстремальных ситуациях. Не дай бог с вами такое где-то случится, какой-то уличный конфликт. Вы должны понимать и знать, что делать, чтобы избежать возможных трагических последствий. Итак, приступим. Хабаровская полиция развернула масштабные поиски убийцы чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. Андрей Драчёв, подозреваемый и предположительно уроженец Самурска, проживал в Хабаровске. Андрей Драчёв был убит в драке у одного из местных кафе. Оппонент сначала свалил его на землю ударом ноги, а потом нанёс уже потерявшему сознание спортсмену несколько мощных ударов по голове. За ходом расследования следит Антон Подковенко. Кадры любительской съёмки словно бы из боевика про единоборство. Двое мужчин с обнажёнными торсами наносят друг другу удары в боевых стойках. Высокий справа, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, весит до 120 килограммов Андрей Драчёв. Слева тот, что нанёс сокрушительный удар ногой с разворота, убийца, личность которого установлена, но не разглашается в интересах следствия. Есть информация, что он занимается в одной из хабаровских спортивных школ. По словам очевидцев, спортсмен отдыхал в кафе в центре города. К ступеням сейчас приносят цветы. С одним из посетителей бара у него завязался конфликт, началась потасовка, к которой подключились другие гости заведения. То есть на Андрея напали сразу несколько человек. Охранники кафе просто наблюдали за происходящим, говорят свидетели. Администрация бара комментариев не даёт. По поводу убийства, нас интересует действие ваших охранников, которые стояли. Ещё раз, вам нужен администратор. Мне нужен комментарий. Тут администратор, который работал, сейчас он не работает, не его смена, поэтому вам нужно созвониться с руководством и всё решать. Полномочия ваших охранников, я думаю, они одинаковы для всех, независимо от смены. Всё через руководство, девушка, все вопросы, всё через руководство. Сегодня никаких металёв не будет. Главный, так сказать, противник Андрея, с которым изначально была ссора, сбил спортсмена с ног. Драчёв ударился затылком о брусчатку и, судя по всему, потерял сознание. Нападавший продолжил его избивать. Видно, как нанёс несколько мощных ударов в голову. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Пауэрлифтинг, в котором 32-летний Андрей Драчёв добился таких успехов, подразумевает работу с экстремальными тяжестями. Никак не уличный бой. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Итак, новости мы посмотрели. А теперь по делу разберём сам поединок, который, судя по видео, которое мы имеем, длится секунд 20. Итак, оба бойца довольно немаленьких. Если пауэрлифтёр, как сказали нам, около 120 кг, то его противник 1,9-1 кг тоже тянет на такой хорошей сухой массы. Поэтому обои бойцов довольно серьёзных и внушительных. Как мы видим, боец слева сразу наносит хайкик левой ногой. У него это не совсем получается, да, пауэрлифтёр отходит. Но потом у него получается чёткая вертушка, которую он достаёт, чётко достаёт левой ногой с разворота. И пауэрлифтёр падает просто как подкошенный. Но это его не сбивает с ног. Он поднимается на четвереньки. И пока он стоит на четвереньках, второй ему снизу ногой в голову всаживает капитальный удар, который и наносит, я бы сказал, скорее всего, смертельный удар это был. Который выключает полностью пауэрлифтёра. Он теряет сознание и головой уже, наверное, ударился затылком об асфальт. Но вот эти вот 4-5 ударов, которые уже наносились по бессознательному телу, были однозначно лишними. И только из-за них уже можно открывать уголовное дело. Там до этого пока был бой, это такое 50 на 50, всё было, так скажем, честно, один на один. Но дальше уже добивать бессознательное тело, это уже, конечно, возможно, это было в состоянии эффекта уже. Потому что, когда идёт поединок, все понимают, что адреналин играет, хочется победы любой ценой. Но всё-таки делать такого не стоит. Итак, какие выводы можем сделать по этому бою? Во-первых, нужно избегать уличной драки. Любой ценой, абсолютно всегда избегать. Лучше уступить, чем влезть в такую ситуацию. Потому что очень часто бывают два варианта. Первый, если ты побеждаешь и наносишь серьёзные травмы противнику, тебя садят в тюрьму или платишь за лечение, попадаешь на хорошие бабки. В общем, неприятности. Второй вариант, если ты проигрываешь уличную драку. Ты получаешь серьёзные травмы, можешь остаться инвалидом на всю жизнь. А можешь и умереть, как в данном случае. Поэтому, любой исход уличной драки может быть печальным и очень плачевным. Второе. Работа ног на улице. Многие говорят, ноги бесполезны, махать не надо, ноги ловят. Ну вот вам конкретная ситуация. Работать ногами на улице можно и нужно. Но только в том случае, если ты умеешь ними работать. То есть, работая ногами на улице, можно очень хорошо и чётко угадать противника. Потому что многие не ожидают работы ногами. Многие боксёры, многие качки, скажем так, не понимают, что ноги летят по всем этажам и по разным уровням. Поэтому работа ног довольно важный элемент, на который нужно уделять внимание. Если не учиться ними работать, то, по крайней мере, учиться защищаться от удара в ногами. Третий момент. Масса на улице важный показатель, но далеко не решающий. То есть, единоборство всегда, навыки единоборств всегда будут побеждать простую массу. Поэтому, будучи качком или занимаясь бодибилдингом, всё равно я очень советую тебе уделять внимание единоборствам. Хотя бы там лупить мешок, какие-то базовые навыки ты должен знать и уметь. Чтобы не получилось потом неприятности, что какой-то дрыщ, проведя одну хорошую двоечку в бороду, вырубит 120-килограммовую машину. И получится, как бы качался-качался, а всё равно падаешь. И такой, скажем, последний заключительный момент. Это нужно знать базовые и стратегические принципы самообороны на улице, которые заключаются, как бы всё равно, в единоборствах. То есть, имея какие-то базовые понятия единоборств, и понимая, как что бить, как защищаться, как уходить, ты уже будешь иметь навыки самообороны на улице. Ну и, конечно, понимать просто эти стратегические моменты, то есть, как себя вести, что делать, как изначально становиться в правильную стойку. Об этом всём я рассказываю в своих видеокурсах «Стрит-тай. Самооборона на улице в стиле муай-тай» и «Стрит-тай-2. Неуязвимый уличник», на которые ты можешь подписаться и забрать их в конце и под видео. Вот такие выводы мы сделали по этой ситуации. И сейчас давайте посмотрим сразу второе видео, в котором участвовал борец. В сети появились кадры с избиением 20-летнего борца Юрия Власко, который закончил с гибелью последнего. Всё происходит на берегу озера Байкал. Двукратный чемпион Европы среди юниоров решился заступиться за своего товарища, но силы двух молодых людей и разъяленной толпы оказались неравны. Сейчас следователи изучают запись драки. Репортаж Андрея Ивлева. Это не бои без правил. Массовая драка на берегу озера Байкал в Бурятии. На кадрах последние минуты жизни двукратного чемпиона Европы среди юниоров Юрия Власко. Толпа набросилась на него после того, как он решил заступиться за своего товарища. Спортсмен принял весь удар на себя. Несколько минут его ожесточенно бьют по голове. Молодой человек не выдерживает, падает, но уже лежачему ему продолжают наносить удары ногами. В Власко находит силы подняться и оказать сопротивление. На записи видно, что этот мужчина в синей куртке несколько раз бьет его в спину, а потом по голове в руках у нападавшего какой-то предмет до больницы. Чемпиона Европы уже не довезли. Он умер от потери крови. Ссора переросла в массовую драку, во время которой на борца напали два противника. Один из них сразу же нанес спортсмену удар ножом в грудь, а второй затем нанес не менее семи ударов металлическим прутом по голове. Подозреваемые в убийстве спортсмена поначалу пытались скрыться, однако их достаточно быстро удалось задержать. Сейчас они дают признательные показания. Там происходила массовая драка, в ходе которой был убит человек Власко. Кем? Моя. 20-летний Юрий Власко был надеждой и гордостью Восточной Сибири. За свою карьеру спортсмен не знал поражений. Коллеги по цеху его называли «железным орлом». Чистым броском победу одержал Власко Юрий. Поприветствую. За два дня до своей трагической гибели Юрий Власко взял очередное золото в весе 96 килограммов на международном юниорском турнире в Улан-Удэ. Спортсмена ждали на встрече с одногруппниками, но он не смог пропустить соревнования. Записал это видео. Я буду душой с вами. Я вам желаю удачи огромной, чтобы вы нашли себя в этой жизни. В Федерации спортивной борьбы России гибель чемпиона назвали огромные потери. Коллеги надеются, что убийцы не уйдут от наказания. Юный молодой парень, который жил такими настоящими идеалами, с желанием самореализоваться. Нелюди, которые взяли на себя право отнять жизнь у человека, сейчас находятся в руках правственных органов. Никакого нет обращения. Я не знаю, как они могут одним воздухом дышать. По факту убийства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Двое задержанных по подозрению в убийстве ранее судимые жители Улан-Удэ. Одному 29, другому 33. Им уже предъявлено предварительное обвинение. Пока идет разбирательство, участники массовой драки будут находиться под стражей. За убийство с особой жестокостью они могут получить максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Итак, снова мы посмотрели новости, а теперь к самому поединку. Как мы видим, бой начался с того, что борец кого-то ударил. То есть он первый начал эту всю потасовку. Он ударил в лицо, человек упал. Но сразу его сзади три человека ударили по голове, он упал. И потом, что меня как бы немножко так поражает, да, это толпа, которая не одновременно набрасывается на лежащего уже человека и добивает ногами, как это обычно бывает. А эта толпа разбилась на одиночек, которые подбегают, бьют ногами, потом отбегают на 5 метров, потом сзади подбегает второй, опять делает два удара, отбегает на 5 метров. И так они по очереди подбегают, делают по 2-3 удара и убегают назад. Или это у них такая тактика волчья какая-то. Я не понимаю, конечно, этого системы, но это уже не суть важна. Суть важна в том, что друг, как мы видим в белой футболке борца, он пытается как-то сопротивляться, его тоже валят, гатят, но он сразу встает. Почему у борца-профессионала не было таких инстинктов? Мы об этом немножко сразу поговорим. Скорее всего, это как бы один из пунктов, да, наших выводов. Один из выводов, назовем его вывод-один, это то, что каким бы ты ни был мастером спорта, да, по всем видам спорта, там, конфуистом-каратистом, тайским боксером или чемпионом мира по боксу, не нужно быть самоуверенным прежде всего, потому что вот какие-то профессиональные заслуги, они дают большую самоуверенность на улице и мысли о том, что если я в ринге всех ломаю, на ковре всех ломаю, то на улице какие-то дрыщи вообще для меня не соперники. Но как показывает жизнь, когда этих дрыщей 5-10, то никто ничего не может сделать. Они просто отбивают все, что можно со всех сторон, ты просто не ориентируешься. А вот эта уверенность не дает инстинкта самосохранения. Ты стоишь расслабленный, думаешь, ща поломай одного-второго, вторые засад, как мы это часто слышим в советах, да, поломай самого главного, остальные разбегутся. Да нет, не разбегаются, остальные нападают. И причем очень хорошо и жестко бьют ногами в берцах, да, или в каких-то кроссовках там, в ботинках. И такое бывает. Итак, второй пункт у нас. Ничего, никак ты не сделаешь, если тебя валят, скажем так, трубой сзади по голове. Это такое, продолжение первого пункта. Каким бы ты мастером не был, но если сзади тебя по затылку в лупе торматуренной, на этом любое единоборство заканчивается. Особенно, если еще спереди всадят ножик где-то или швайку. Поэтому нужно всегда быть максимально, максимально всегда собранным и настроенным, как бы и готовым. Никогда не расслабляться, не думать, что я вот сейчас двоечку всажу, один упадет, второму с раскрутки дам, все лягут и разбегутся. Нужно максимально быть собранным, если ты уже, не дай бог, попал в такую ситуацию, концентрация запредельная. Третий пункт. Нужно всегда держать всех противников на виду. Обязательно. Потому что, как бы, тактика гопников, она и относительно заключается в том, чтобы окружить свою жертву, а затем уже пытаться с ней что-то сделать, бить сзади, сбоку, спереди, со всех сторон. Поэтому изначально, когда ты видишь, кто-то заходит за спину, там где-то сбоку подбирается, нужно также принимать такую позицию, чтобы всех держать перед собой, не давать никому заходить сзади и сбоку. Четвертый пункт. Если конфликт уже начался, уже, как бы, началась какая-то потасовка, нужно стараться работать и бить по одному. То есть, всегда работать с одним. Смещаться, заходить, оставлять остальных за спиной и бить по одному. У меня есть видеоурок на эту тему, он в подсказках вам высветился, можно его посмотреть. То есть, все время двигаться и работать по одному. Не давать, чтобы сразу несколько противников на тебя нападало. Это тяжело, но надо стараться за счет движения, перемещений, делать такую тактику, то есть, ее использовать. Ну и, конечно, последний пункт, опять-таки, возвращаясь к тому, что нужно знать базовые принципы самообороны. То есть, изначально не стоять с опущенными руками при разговоре. Опять-таки, это идет от самоуверенности. Опустил руки, стоишь, сейчас я его рубану, и все на этом кончится. Да нет, не кончается, потому что есть еще второй и третий, которые решают вопрос. Изначально нужно принимать правильную стойку при разговоре. Нужно понимать, что делать, как ударить, как защититься, перекрыться. Об этом всем я рассказываю в твоем видеокурсе Стрит Тай Система самообороны в стиле Муай Тай и Стрит Тай 2 Неуязвимый уличник, на который ты можешь подписаться в конце этого видео и под этим видео. Итак, очень надеюсь, что тебе помогли мои подсказки и выводы, которые мы сделали с этих трагических событий. Подписывайся на канал, ставь лайк, забирай видеокурсы, которые могут тебе очень помочь, а может и спасти жизнь. Удачи в тренировках!